Доброе утро, дорогие телезрители! В адрес нашей передачи поступают вопросы, и по обычаю мы пытаемся на них ответить. Вот и в этот раз, Ваше Святейшество, Церковь всегда призывает нас к покаянию. И Вы в своих проповедях не раз говорили о том, что покаяние – это тот фундамент, на котором нужно строить жизнь как отдельного человека, так и всего общества. Но у меня возникает вопрос, возможно ли покаяние насильственное? И если да, то не будет ли это покаяние без раскаяния? Из письма Ольги Николаевны Орочкиной из города Саратова. Ну что же вам скажу, Ольга Николаевна? Не может быть насильственного покаяния. Мы знаем случаи, когда у людей силой выбивали признание в тех преступлениях, которые они не совершали. Было такое страшное время, когда под пытками заставляли человека подписать осуждение, как бы самоосуждение, признаться в делах, которые он не совершал, да еще оговорить и близких. Все это свидетельствует о том, вот такие примеры из прошлого, что насилие полностью лишает человека свободы выбора. А значит, в религиозном смысле деяния, совершаемые под влиянием насилия, лишены всякого положительного измерения. Здесь не человек работает, не его разум, не его воля, не его чувства, а чувства других людей. И если кто-то заставляет человека каяться и употребляет насилие, будь то физическое и моральное, то никакого покаяния не происходит. Потому что покаяние происходит не формальным произнесением слова «грешен», а внутренним изменением своего состояния. А как же можно изменить состояние души, если ты не хочешь этого изменения? Собственно говоря, все, что происходит вообще в сфере религии, в сфере духовной жизни человека, все опирается вот именно на этот принцип свободного волеизъявления. И каждый священник должен это хорошо знать. И поэтому духовник, который располагает кающегося к принесению покаяния, должен помнить об этом. Не он главное действующее лицо, а тот, кто приносит покаяние. Еще Сократ говорил о том, что его ремесло сродни ремеслу повитухи, которое помогает младенцу появиться на свет. Вот то же самое происходит и в церкви. Церковь содействует тому, чтобы человек раскрыл самого себя пред лицом Божиим и самоопределился. Решающим во всем этом является сам верующий человек, его воля, избранный им путь. Человек спасается благодатью Божию в ответ на свою веру, в ответ на свое свободное волеизъявление. Божия Бог охрани выстраду нашу российскую и все православные репрессионы, Господи, сохрани их на новое лето, исполайте деспотом. Сегодня, в День памяти святителя и чудотворца Николая, мы возносим особые молитвы за людей заключенных. Потому что из жития святителя Николая известно, как он спас от заключения невинного человека и даже от смертной казни. И вошло в традицию в церкви, благочестивое предание, что святитель Николай помогает тем, кто в узах. В первую очередь, тем, кто невинно оказывается в заключении, дает им силы преодолеть это выпавшее страдание, эту скорбь, сохранить самих себя от всякого разрушения духовного и телесного. Но и те, кто как бы по делу оказался в заключении, по милости Божией, через это заключение имеют возможность обратиться к Богу и изменить свою жизнь. Причем не только так, что выйдя из заключения, стать совершенно положительным членом общества, человеком не опасным для других, но более того, получить возможность и в вечной жизни быть вместе с Богом. И хорошо известно, как через страдания, через заключения радикально менялась жизнь людей, но достаточно вспомнить, может быть, самый яркий и убедительный пример из нашей истории, из истории нашей культуры, из нашей литературы, имя Федора Михайловича Достоевского, который через скорбь заключения обрел Христа и полностью изменил свою жизнь настолько, что обрел великий дар убеждения других людей, многие из которых через его замечательные произведения действительно нашли дорогу к Богу и способность и возможность исправить свое житие. В связи с тем, что именно сегодня по становлению священно-началия Церкви нашей, Священного Синода, мы празднуем Дом Милосердия и сострадание ко всем вузам, темничных находящимся, Священный Синод и Патриарх обращаются ко всей полноте нашей Церкви со следующими словами. Возлюбленные о Господе Преосвященные Архипастыри, Всечестные Отцы, дорогие братья и сестры, в день памяти Святителя Николая Мерликийского обидимых тех благопредстателя и сострадателя, преславно спасающего от бед призывающих его, как говорит о том стихи Росвятому, мы возносим сугубые молитвы о пребывающем в заточении. Для человека, вольно или невольно приступившего закон, скорбное время заключения нередко становится передом переосмысления жизни, временем покаяния и приобретения первого религиозного опыта. Оставшись без привычных удобств, лишившись общения с родными и близкими, многие находящиеся в вузах люди начинают иначе оценивать себя и осознавать, что только Бог всегда пребывает рядом. Только с Ним можно поговорить в любую минуту. И обо всем можно поговорить. И только Он способен помочь тогда, когда, казалось бы, помочь уже никто не может. Особое значение для справления человека и преображения его души имеет слово пастыри церкви. Их трудами, как и усилиями многих мирян, волонтеров, осуществляется миссия тюремного служения в нашей церкви, цель которой духовно поддержать заключенных, помочь им измениться к лучшему и обрести радость жизни со Христом. Распространение коронавирусной инфекции стало причиной вынужденной самоизоляции многих людей, которые на своем опыте испытали, что такое хоть малое, но все-таки ограничение свободы. Наверняка каждый при этом ощутил, как важна в этих обстоятельствах поддержка родных, близких, друзей. Стоит ли говорить, сколь значимо слово утешения для человека, на долгое время оказавшегося в заключении, как важно проявить по отношению к нему сострадание и любовь. Призываю всех вознести сердечные молитвы о находящихся в темничных узах и принять посильное участие в деле поддержки и миссии тюремного служения. Сегодня мы в храмах осуществляем сборы на поддержку этой миссии тюремного служения. Я призываю всех откликнуться на эту просьбу Церкви и своим материальным пожертвованием облегчить состояние тех, кто находится в заключении через работу нашей церковной тюремной миссии. Благословение Христа Спасителя пусть пребывает над нами. В первую очередь над всеми, теми, кто в темнице, кто в заключении, кто переживает тяжелые моменты своей жизни, а также над всеми, кто путешествует, потому что Святитель Николай является покровителем путешественников и тех, кто по водам путешествует, а в нынешнем условиях и по воздуху, и по земле. Всегда, когда кто-то из православных христиан отправляется в путь, нужно возносить молитвы к Святителю Чудотворцу Николаю, как покровителю путешественников, в надежде на то, что его молитва сделает путешествие безопасным и мирным. Еще раз призываю на всех вас благословение Божие, и пусть молитвами Святителя Чудотворца Николая Господь хранит нас всех и в путешествиях и в обычной жизни. Пусть молитвами Святителя Чудотворца Николая Господь облегчит узы тех, кто в узах находится и откроет путь к исправлению и спасению тех, кто оступился в жизни. Ну а те, кто оказался в узах по ошибке, недоразумению или по каким-то человеческим страстям и злым наветам, чтобы дал молитвами Святаго Угодника силы преодолеть это жизненное испытание и не озлобленными, а наоборот сильными выйти из заключения. Святитель Отче Николая моли Бога о нас. Аминь. Ну и может быть такой вопрос, который каким-то образом связан с предыдущим. Скажите, пожалуйста, Ваше Святейшество, если смирение главное христианское добродетель, то должен ли патриарх быть смиренным? Спрашивает Алексей Фомич Демидов из города Коврово Владимирской области. Ну что я вам скажу, Алексей Фомич, конечно должен. И давайте ответим на вопрос, а что такое смирение? Смирение это в первую очередь сознание своих недостатков и своего недостоинства пред Богом. И если патриарх перестанет сознавать свои недостатки, исповедовать их, пред Богом и пред Духовником своим, если он перестанет критически оценивать свою личность, если он не поставит заслон гордыне и тщеславию, которые очень легко разбить, находясь на высоком церковном послушании, то тогда это несомненно отразится в его образе, в его жизни, в его стиле общения с другими людьми и будет мешать, очень мешать в осуществлении патриаршего служения. Но смирение нельзя отразить со слабостью. На патриарха, как и на любого руководителя церковного, возложена огромная ответственность пред Богом. Он не должен быть слабым человеком, податливым на любые мнения, которые ему предлагаются, не способным остановить неправду или неправильное поведение, не способным откорректировать действия того или иного священнослужителя, особенно, если такие действия наносят ущерб церковной жизни. Поэтому смирение для руководителя, любого руководителя это не слабость в осуществлении того наказа, того мандата, который Бог вручил. А это в первую очередь состояние души, внутреннее состояние человека. Еще раз хочу сказать, в первую очередь способность осознавать свой грех, свою неправду, исповедовать этот грех и неправду. и просить Бога о прощении и помощи. Без такой внутренней жизни ни патриарх, ни епископ, ни священник, ни каждый из нас не может исполнять своего христианского долга. Дай Бог, чтобы наше священство было достойным того великого служения, которое оно само на себя возложило через свободное волепроизволение и чтобы достойно было нашего времени. Для этого нужно много трудиться и много молиться. И дай Бог, чтобы было так. На этом я заканчиваю нашу передачу и Божье благословение пусть пребывает со всеми вами. Игорь Негода. Продолжение следует...